Витаю сегодня всех наших детей, приветствую молодёжь, приветствую всех пасторов, всех служителей, всех гостей, всех, кто пришёл сегодня впервые на наше служение, всех, кто служит в церкви, наши семьи, всех служителей из других церквей, возможно, если вы пришли сегодня к нам. Приветствую вас и поздравляю с этим прекрасным светлым праздником. Сегодня у нас большая честь, большая привилегия праздновать Пасху Господнюю. Христова Пасха празднуется больше всего. Фактически каждое воскресенье мы празднуем воскресенье Иисуса. Много людей празднуют Пасху, назначая служение утром. Даже некоторые делают всеношную. Я вырос в церкви, где служение начиналось в пять утра. Но у нас, к сожалению, не один поток, поэтому мы не можем сделать служение ранним утром. Даже если мы сделаем так первый поток, то как будет со вторым? Поэтому мы уже стараемся делать так, как получается. Я думаю, что Христос должен воскресать в нашей жизни не только утром, не только вечером, не только в обед. Он должен всегда быть воскресшим в нашем сердце. Аминь, братья и сестры. Читаем Коринфянам 15. 1 Коринфянам 15.54 «Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти, грех, и сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Итак, мы прочитали, что наибольшая победа, которую обрел Иисус Христос своим воскресением, это победа над смертью. Многие люди думают, что смерть – это когда человек перестает дышать, или у него отключается сердце или ум. Но смерть, скажем так, имеет длительное действие. Человек может быть еще живым, но уже слышен запах смерти. И самое главное, что основная задача смерти – чтобы человек после физической смерти не попал на небеса. Поэтому Христос фактически забрал у смерти право руководить нашей жизнью. И победив грех, победив смерть, победив болезни, победив ад, как написано, он восторжествовал. И этим праздником он положил основание тому, что последнее слово будет не за смертью. Последнее слово будет не за болезнью, не за грехом, а за небесами, за исцелением, за спасением, за вечной жизнью. Поэтому эта победа означает, что у смерти забрана печать, право последней подписи. Оно принадлежит теперь Господу Иисусу Христу. Каждый из нас принимает решение. Если мы обращаемся к Иисусу Христу, то последнее, что мы будем иметь, это то, что даст нам Он, Иисус Христос. Сегодня мы посмотрим на сущность действия как воскресения, так и смерти. Тема проповеди — смерть и воскресение. Конечно, мы не можем увидеть всего, но чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть. Один из признаков действия дьявола через смерть, или, скажем так, одно из оружий дьявола — это унижение. Очень часто дьявол действует на человека через унижение. Почему? Потому что унижение убивает веру человека. Когда у человека убита вера, у него опускаются руки. Когда человек опускает руки, он может обвинять других людей, Бога. И очень часто человек в результате даже не хочет жить. Поэтому унижение — это одно из самых больших оружий дьявола, которым он влияет на нашу жизнь. Бог всегда человека ободряет, поддерживает. Бог всегда показывает человеку, что он готов подать руку. Он говорит человеку, что человек очень ценный, очень важный для него. И постоянно идет борьба в нас. Даже в Иисусе Христе была эта борьба в жизни многих людей. Вообще дьявол имеет несколько имен. И одно из имен дьявола — это Вельзевул или Князь Мух. И не просто мух, а Князь навозных мух, мух, которые летают над навозом. Это имя дьявола. Например, имя Сатана буквально переводится на русский язык как «сплетник». Поэтому дьявол не может действовать по-другому. Он всегда старается втянуть человека в грязь, в мухи, в навоз, в сплетни, в эту кашу, в унижение. И в конце концов, чтобы человек, потеряв веру, потеряв надежду на Бога, доверие к людям, он вообще потерял смысл жизни. И Библия говорит, что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но мы уже смотрим на конечный результат, а начинается все с унижения. Все начинается с унижения. Как же действовал дьявол, мы посмотрим на примере жизни Иисуса Христа. Когда родился Христос, то дьявол так постарался, чтобы для Иисуса не нашлось места, чтобы унизить его, чтобы он родился во хлеве, чтобы он родился в самом ничтожном месте. Но вместе с тем, Христос использовал это для того, чтобы туда зашли все, даже пастухи. Заметьте, как обычно дьявол говорит о нас. Бог говорит, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Но что говорит дьявол? Что вбивают в головы нашим детям в школе? Вы произошли от обезьяны, обезьяны от крокодилов, крокодилы от ящериц, ящерицы от червяков, червяки от амеб, а амебы от пустоты. То есть вы дети пустоты, вы правнуки ничего. Вы правнуки червяков, обезьян, амеб, всякой нечисти. А что Бог говорит человеку? Вы мои образ и подобие. Посмотрите, какая разница. В принципе, мне жаль, что люди захлёбываясь доказывают, нет, всё-таки мы правнуки червяков, всё-таки мы амебные внуки, всё-таки мы из пустоты пришли, всё-таки мы никто, всё-таки мы ничтожество, всё-таки мы за ничтожность, за пустоту. А Бог говорит, нет, 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 вы мои дети, вы моё творение, вы созданы такими, какими я хотел вас видеть. Скажите, кому нам верить? Амебам или Господу? Кому нам верить? Я помню, когда-то в школе доказывали мне постоянно, что я произошёл от обезьяны. Я уже не выдержал и говорю, вы знаете, возможно, ваш дед и был обезьяной, но моего деда я знаю хорошо, он прекрасный, чудесный человек. Правда, я получил за это двойку, но ничего, ничего. Дальше, мы смотрим на жизнь Христа. Что говорили Христу? «Не плотников ли он сын?» Стараясь его унизить. Кто ты, Христос? Да твой отец Иосиф, столяр, плотник. Вы знаете, очень часто нас точно так же унижают. Дьявол старается нас унизить. Ты в церковь ходишь? А кто ты там в церкви? Диакон? Ты что, не помнишь, что ты слесарь? Что ты был дворником? Или ты была уборщицей? Или ты была алкоголичкой? Ты вообще кто такая? Не плотников ли он сын? И нам стараются вспомнить нашу профессию, возможно, наши какие-то недостатки, которые были в нашей жизни, и постоянно нам делать этим укол, постоянно нас доставать этим. Но вы знаете, Христос, имея профессию плотника, никогда этого не стыдился. И при всем этом, спасение Христа не умолилось. Не стыдайся. Возможно, ты слесарь. Возможно, Бог тебе позволит спасти многих слесарей. Возможно, ты был даже алкоголиком. Значит, ты можешь спасти алкоголиков. Возможно, ты был больным. Значит, ты можешь помочь больным. Бог использует это в плюс, а не в минус. И многие люди, они стесняются этого. Сатана достает людей. А кто это? Да мы знаем его. Да он в колхозе работал. Ну, а в колхозе что? Не люди работают. А мы знаем их. Ой-ой-ой, как мы знаем их. Сатана старается всегда нас унизить. И мы начинаем стесняться. Ты откуда, дорогой мой? О, я из Киева. Я из Киева. Ты из Крюковщины. Ну, почему ты это говоришь? Ты ведь из Крюковщины. Нормально. Это хорошая деревня. Почему ты стесняешься этого? А сатана старается достать нас, чтобы человек начал стыдиться. Откуда ты происходишь? Ну, я, так сказать, из Украины. Но ничего страшного, что ты из Донецка или из-под Львова или из какого-то хутора. Не надо этого стыдиться. Господня земля и все, что наполняет ее. Откуда бы ты ни был. Ты с планеты земля. Все места прекрасные, какими бы они ни были. Это чудесная, прекрасная земля. Также мы видим в Библии, что ко Христу пришли его родственники. И мы видим, что они сказали, «О, он ненормальный». Он говорит такие вещи, как будто он ненормальный. Я думаю, что и о нас иногда говорят, что мы ненормальные. Думаю, что многие женщины могут переживать в своих семьях, когда конфликты в семье унижают их, когда унижают и мужчин, и детей, обзывают болванами, тупыми. Вы знаете, корни этого восходят к дьяволу. Бог никогда не назвал ни одного человека тупым. Бог ни одного человека не назвал некрасивым. Бог никогда не назвал ни одного человека унизительным словом. Бог этого никогда не делал. Поэтому помните, если кто-то так называет вас, то это не Бог вам говорит. Это дьявол. И, возможно, он использовал даже для этого самых близких и родных людей. Но это неправда. Мы не тупые. Мы не какие-то глупые. Мы благословенные. Мы люди, которых создал Господь, и которым Бог дал право жить в Царстве Его. Давайте воздадим нашему Богу славу. Когда Христос исцелил слепого, помните, Он исцелил слепого. К нему подошли фарисеи, саддукеи, и говорят, «А это Он точно исцелил этого слепого? А может, Он и не был слепым? Может быть, Он был глухим, а не слепым? Ведь все-таки Он точно не видел. А сколько Он не видел? А как Он не видел? И так уже достали, что даже Его родители говорят, «Ну, мы не знаем. Ну, мы даже не знаем. Ну, вроде бы был слепым. Ему 40 лет. Но вы знаете, спросите у Него. Мы уже даже не знаем». Они испугались. И очень часто, когда мы видим Божьи чудеса, когда Бог здесь кого-то исцеляет, приходят люди и говорят, «А точно было исцеление? А может, это что-то другое? А, наверное, там не было рака. Точно ты исцелился? Может быть, не было там этой болезни?» И в конце концов, человек, который получает исцеление, в конце теряет все, веру теряет. Запомните, если вы получите исцеление от Бога, сатана будет обязательно вас атаковать и доказывать, что ничего не было. Если ты получил прощение грехов, он скажет, «Тебе прощено, да за тобой тюрьма плачет. Кто там тебя простил?» Нас всегда будут доставать, что нам не прощены грехи. Но Бог, когда наш Господь исцеляет, то написано, что Он — Отец всякого доброго даяния. И написано, что когда Он прощает грехи, то не вспоминет боли. Когда Христос прощает нам грехи, когда Он простил, то ни здесь, ни на вечном суде, Он никогда не вспомнит нам наших грехов, если мы покаялись искренне во имя Господа Иисуса Христа. Таков наш Господь. Когда мы видим, как Иисус Христос много служил, исцелял, знаете, что еще придумали против Него? А может ли быть из Назарета что-нибудь доброе? Вот если бы из Иерусалима, а из Назарета, когда мы были в Израиле, то узнали, что Назарет, оказывается, раньше я не понимал, но, оказывается, Назарет и вообще Галилея, это... Ну как объяснить по-нашему? Да, сравнивать нельзя. Да. Сообразил. Нельзя сравнивать. Ну, давайте скажем так. Это была самая глухая провинция. Мало того, что там было очень много перемешано народов разных, там был самый низкий уровень жизни, можно сказать, что там заканчивалась цивилизация в Назарете. Там жили в основном бедные люди, бедные люди. И вот, фарисеи говорят, а может ли быть из Назарета что-то доброе? Точно так же и сегодня говорят, а может ли быть из этой деревни оттуда что-то нормальное? Вот откуда должен быть священник? Он должен родиться на Крещатике, правда? Ну, правильно? Ну как может священник родиться в Васюках? Ну как он должен родиться на Крещатике? В Мариинском дворце должен родиться. Он должен родиться прямо в Верховном Совете. Ой, нет, там нет. Это я уже переборщил, да. Господь благословит Верховную Раду. Может ли из Назарета быть что-то доброе? Может ли быть что-то доброе из Назарета? Помните, когда-то у нас в Украине были номера Ки и Кх. Кто-то помнит эти номера? Кх. Как называли номера Кх? Колхозник, правда? И только ты в Киеве едешь, киевляне тебе сразу фа-фа-фа, колхозник, давай, давай, куда ты едешь по нашим киевским дорогам? Когда-то у меня был мой первый автомобиль Жигули, я ездил на такси, и номера у меня были НИ, Николаевские. У меня был автомобиль из Николаева, и я помню, как ехал по Московскому мосту, и меня подрезал москвич. Он просто поехал на перерез и ударил меня, просто сбил меня. Я был в шоке. Просто выезжает машина со стороны, москвич, и ударяет меня. Я бы еще понял, есть ли Волга или еще какой-то автомобиль. Ездил я достаточно хорошо. Раньше я занимался такой ездой серьезной, особенно на мотоциклах. Это была езда с падениями. Очень серьезная езда, поэтому я хорошо ездил. И догнать автомобиль мне было несложно. Через две минуты я загнал его на бровку, остановился, выхожу. Сидит в машине мужчина, женщина и сзади трое детей. Я спрашиваю, «Дорогой мой, почему ты ударил мою машину?» И он отвечает, «Разъездили здесь разные по Киеву!» У меня квадратные глаза. Я говорю, «Что значит разные?» «Всякие «ни» разъездили здесь». Я говорю, «Подожди, ну просто номера у меня нет, но я живу здесь, дорогой мой, я живу на Севастопольской площади». «Какие разъездились?» «Разъездились?» «Ой, простите, дорогой киевлянин, простите, не знал, простите, вот вам деньги, все, я все отремонтирую, машину сделаю, земляк, все нормально». Представьте себе, может ли из Назарета быть что-то доброе? Очень часто унижают людей. «А, ты говоришь с каким-то акцентом, калибули, а ты говоришь по-русски, а ты по-грузински». Сатана все время пытается доказать, достать, что если ты не говоришь так, как я говорю, если ты не говоришь на шевченковском языке, то ты никто, или если ты не говоришь на языке Льва Толстого, ты тоже никто. Послушайте, ценность человека не состоит в том, на каком языке он говорит. Я знаю многих людей, которые знают по 6-7 языков, но, простите, они не совсем хорошие люди. Но я знаю, например, маму свою, маму моей жены, которая не закончила ни одного класса. Она даже не умеет расписываться, она ставит крестик вместо подписи под пенсией. Но я не знаю более доброго человека, более хорошего человека, при том, что она не знает ни русского языка, ни украинского толком. И чтобы мне понять, что она говорит, так как они живут под Белоруссией, то мне надо прислушиваться, что же она сказала. Плюс ко всему, у нее еще нет ни одного зуба. И мне тяжело понять, что она говорит. Но при всем этом, это одна из самых добрых людей. Я вообще считаю, что это одни из самых святых и добрых людей, которым надо ставить памятники. Они воспитали по 8, 10, 14 детей. Они сделали столько прекрасного, чудесного. И это не зависит от того, где человек живет, как он разговаривает, сколько у него дипломов, какие у него погоны, сколько он имеет, или сколько он зарабатывает. Дальше мы видим Иисуса Христа, когда уже нельзя было обвинить его ни в чем, то сказали, он ест и пьет с мытарями и грешниками. И этим хотели его достать. Так сказать, компания у него не та. Так сказать, нет у него друзей влиятельных очень. Так сказать, нет у него машины хорошей. Вообще, с кем он ест? С кем он ходит? Кто с ним? Посмотри на него. И его также доставали этими вещами, унижали его. Но Иисус Христос не обращал на это внимания. Посмотрите, на протяжении всей его жизни старались унизить. Для чего? Чтобы его веру умолить. Чтобы после этого его вера она как-то отреагировала, и он дал сдачи. Чтобы он как-то отвечал этим людям. Чтобы какая-то агрессия зародилась в его сердце. Чтобы он реагировал на людей и на Бога. И очень часто так же и в нашей жизни. Нас унижают в семье, часто нас унижают в школе, часто нас унижают в маршрутке, возможно, на работе, возможно, тебя унижает муж или жена, возможно, тебя унижают твои соседи. Но знай, это унижение от дьявола. А Бог тебя поднимает. Бог сегодня говорит, что ты образ и подобие Божьи. И не важно, что говорят о тебе или обо мне люди. Думаете, я не знаю, что обо мне люди говорят? В глаза мне многие говорят. Я не имею в виду в церкви, а за глаза. Один раз лежу я в больнице, в реанимации под капельницей лежат все доходяги. Одна нога уже там, закопанная в земле, а другая еще на дворе. И вот лежим мы, человек, 10 таких доходяг. И одна доходяга, не зная, кто я, думая, что я лежу в Феофании, а это было в Вишневом. Ты знаешь, а там вот есть пастырь в церкви спасения. Говорят, вор такой, ворует деньги. Дорогая моя, ну что тебе эти деньги? Тебе уже надо собирать туда. Что тебе эти деньги? Какие деньги? И знаете, услышал врач, подошел к ней и говорит, как вам не стыдно? Вы же рядом лежите. Пастырь, дорогой, вы самый лучший! Простите, все уже! Вы самый честный пастыр в мире! И все, пошла дальше бравада. Христа точно так называли. Христа так называли. Точно так же. Один раз ко мне подошел один человек, одна женщина, достаточно влиятельная, и говорит, простите меня, я хотела увидеть, мне сказали, что у вас джакузи на весь участок. Я говорю, хорошо, приглашаю вас покупаться к себе. я пригласил к себе домой, а у меня дом под старым шифером, сто квадратных метров, старый шифер. В сарае еще не все двери поставлены, нет времени. Мы зашли, у меня нет не только джакузи, у меня даже ванны нет. У меня даже ванны нет. У меня есть только душевая кабинка, маленькая. Она зашла, мы посидели, покушали. Вместе с тем, у меня очень хорошо в доме, очень приятно. Самое главное, что у нас очень дух хороший. Кто приходит к нам домой, никто оттуда выходить не хочет. Дом маленький, но много детей, всем хорошо, всем приятно. Она вышла и говорит, ну, все-таки у тебя должен быть лучший дом. Я говорю, ну, мне этого хватает. Только об одном я жалею, что вы не покупались в джакузи. Жалко. Мне тоже бы хотелось. И вы знаете, Иисус Христос, когда уже Его завели к Анне Каяфе, знаете, что начали делать? Начали просто, не просто унижать, а начали издеваться над Ним. Пророка, Сына Божьего, Господа. Закрывали Ему лицо, били, становились сзади и говорили, а ну-ка, прореки, кто тебя ударил. Несчастные даже не знали, что рядом стояли тысячи ангелов. Если бы один ангел бы ударил, если бы хоть один ангел ударил, мало бы не показалось. И они унижали. А ну, угадай, а ну-ка, давай угадай, поработай-ка гадалкой. Кто тебя ударил? Унижали Христа. Ты даже не знаешь не только того, что должно быть, того, как создавался мир. Ты даже не знаешь, кто тебя ударил. Унижали Христа. А что Христос ответил на эти вещи в то время? Он молчал. Он не отвечал. Вы знаете, в конце концов Бога, Творца неба и земли, закрыли в гробе. Всё, поставили печать, конец тебе, всё. Сатана захотел до конца унизить Господа. Но этим самым он ничего не смог сделать. Из-за этой ситуации Бог произвёл славу себе. он показал. Недавно мне опять выпала честь увидеть гроб Господен. По крайней мере, это гроб, примерно похожий на тот, в котором лежал Христос. Мы не можем сказать на 100%, что это точно тот гроб, но примерно на 90% это Он. Там примерно камень двухметровой высоты. Это как колесо из скалы. И оно в таком жёлобе закатывалось и закрывало вход в пещеру. И отвалить его было нелегко, потому что там был бортик, который закрывал вход в пещеру. Такой камень можно было только откатить. И для этого надо было около 10 человек, сильных мужчин, для того, чтобы откатить этот камень. Но ангел, наверное, или пальцами его тронул, или просто отдохнул. И этот камень не откатился, но упал изнутри, сломав этот бордюр, этот жёлоб, в котором он стоял. Всё, что держало камень, упало. И после этого написано, ангел сел на нём. Вы знаете, дьявол постоянно унижает. Почему? Потому что он сам царь-мух. Он сам является сплетником. Он сам является отцом всякой лжи. Он сам такой. Поэтому он и людей старается сделать подобными себе. Но Бог — это Бог света, Бог правды, Бог добра. И Он хочет, чтобы мы были подобными Ему. Поэтому не обращай внимания. Возможно, тебя в жизни унижают. Знай, это работа дьявола. Неважно, кто это делает. Помни, это дело дьявола. Унижение — это первый шаг дьявола. Это первое дыхание смерти. Это то, с чего смерть начинается. Смерть начинается не с судорог, не с могилы. Она начинается с унижения. Когда человек воспримет унижение в своем сердце, поверит в то, что ему скажут, он примет это, будет думать, что он таким и есть, будет думать, что так о нем говорит Бог, так о нем думают люди, то в конце концов этот человек придет в тупик. Может закончиться жизнь трагически. А теперь давайте посмотрим, как делает Господь. Когда родился Христос, Он родился во хлеве. Там были овечки, запах. Но что сделал Бог? Чтобы поднять дух Марии, дух Иосифа, чтобы показать пастухам. Фактически, это видели пастухи и потом услышали Мария и Иосиф. Бог посылает хор ангелов. Специально. Я представляю, как это было. Что там было? Вы представляете? Слава Богу за нашу группу прославления, но там пели не профессионалы, а суперпрофессионалы. И сколько их там было, мы не знаем. Но я думаю, что много. Я думаю, что Бог Отец не пожалел для этого. И хор пел. Как это было прекрасно. Бог показал, неважно, возможно, кто-то родился во дворце, но еще никому не пел хор ангелов из тех, кто родился во дворце. А Христу, который родился во хлеве, пел хор ангелов. Поэтому не так важно. Возможно, у тебя не такие условия, не какие-то суперусловия, но знай, за тебя радуются ангелы. Когда ты каешься перед Богом, то написано, что ангелы на небесах радуются. Я точно не знаю, но я так думаю, что наверняка на земле есть некоторые богачи, о которых на небесах ангелы даже и не знают, что они есть. Ангелов не интересуют эти люди. Но когда простой человек кается перед Богом, то на небесах праздник, и ангелы радуются, что один человек покаялся. Пришли также цари с Востока. Иосиф и Мария жили в простом домике, но пришли цари с Востока и поклонились Христу. И я скажу тебе, в твоей жизни также есть случаи, когда Бог через выдающихся людей посещает тебя. Обязательно в твоей жизни есть моменты, когда Бог тебя уважает. Вспомни, мы очень часто вспоминаем унижение, но забываем о том, как Бог поднимал нас. Мы забываем о том, как Бог нас поднимал. Мы считаем одни вещи, но забываем о других. И когда я начал считать, то Бог больше поднимал Христа, чем дьявол его унижал. Бог всегда адекватно реагировал на унижение. Пришли цари, принесли золото, ладан, смирну. Вспомни, возможно, и тебе, Бог, через каких-то людей, даже тех, которых ты никогда не знал, Бог делал тебе подарки. Бог благословлял тебя. Он почитал тебя, поднимал тебя. Возможно, тебе сделали самые лучшие комплименты, сделали что-то прекрасное. Знай, это делал Господь, потому что Бог постоянно заботится о твоей жизни, чтобы постоянно сказать что-то хорошее о тебе, что-то хорошее в твою жизнь, чтобы сказать что-то прекрасное. И когда мы смотрим, то мы видим четкую Божью линию, что Господь постоянно старается сказать нам что-то доброе. Смотрим дальше. Петр в лодке, когда Христос позвал Петра, вернее, когда Христос сказал ему, чтобы он забросил сеть по правую сторону лодки, а потом призвал Петра как апостола, Петр поклонился и сказал, «Выйди, Господи, выйди из этого места, потому что я грешный человек». Петр признал Христа Господом. Послушай, возможно, тебя кто-то не признает. Тебя не признают в Верховной Раде, не признают тебя дьяконом или служителем. Но знай, найдется человек, который с огромным уважением признает твое служение перед Богом. Возможно, это будут не твои родители, возможно, не твои родственники, но признают. Если ты искренне служишь перед Богом, найдутся также искренние люди, которые признают твое служение перед Богом. Они признают это обязательно, так как признал это Петр. Как он признал служение Господа Иисуса Христа? Мы также видим помазание миром. Когда Христос зашел в дом Симона, еще одна подобная история была в доме Лазаря, и написано, что Христа помазали миром. Вы посмотрите, очень часто люди считают, они считают финансы, и люди начали роптать, к чему такая трата мира? Потому что написано, что если пересчитать цену мира на наши деньги, это были бы тысячи долларов. Женщина вылила на Иисуса эти духи, это помазание, эти ароматы. Иуда начал роптать. Зачем такие вещи? Но знай, Бог Отец всегда сделает тебе сюрприз, что тебе кто-то или подарит, или сделает что-то такое, что будет стоить очень много. это обязательно будет в твоей жизни. Возможно, не от тех людей, от которых ты этого ждешь. Возможно, не от тех людей, которых ты даже знаешь. Но кто-то сделает тебе что-то такое, что даже не поместится тебе в ум. И люди скажут, ну зачем такое делать? Я помню, когда-то это было, ну, наверное, где-то в 90-каком-то году, возможно, в 3-м, максимум в 5-м году. Я помню, моя дочь была маленькая еще. Она что-то меня не послушалась, маму не послушалась, и у нее был день рождения. И вот она знала, что так как она не послушалась маму, то уже на день рождения такого подарка, как следовало бы, не будет. Но я сказала ей, садись, поедем на рынок. Мы поехали на рынок и купили лего. Мы купили лего, за 30 долларов, а я получал тогда 20 долларов зарплаты. Вот представьте себе, она день не могла разговаривать. Там было такое лего, что там внутри были какие-то куколки, огромный конструктор. Я собрал все запасы финансов и потратил их на этот подарок. И вот где-то через неделю жена молчит, все молчат. Все молчат, короче, никто ничего не говорит. Все понимают, сколько это стоило. И где-то через неделю, через две дочь спрашивает, «Папа, а почему ты купил мне такие дорогие вещи?» Я даже не рассчитывала на доллар. Понимаете, на те времена были какие-то купоны, и мне даже тяжело сказать в купоны, сколько это стоило. Я говорю, «Знаешь, дочь, ты должна понимать очень простую истину. Независимо от того, слушаемся мы, родители, или не слушаемся, я хотел бы, чтобы ты знала, мы всегда тебя любим. Я хотел бы, чтобы ты также знал, независимо от твоих грехов, от твоих заслуг. Бог все равно тебя любит. Поздай славу Богу! Въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Мы праздновали Его в прошлое воскресенье. Мы вспоминали эти вещи. Я не хотел и не планировал отвечать сегодня на вопросы, на записки, которые мне пишут. Думаю, не буду праздновать. Зачем оно? Но вот одна из записок была как раз о въезде Христа в Иерусалим. Поэтому, возможно, я, кстати, об этом вспомнил. Вопрос был о том, что вот в прошлое воскресенье наши детки наломали вербы, насколько я знаю. Вы знаете, даже если меня не было на служении, я все знаю о служении, я всегда интересую, звоню после служения и так дальше. То есть духом я все равно на месте. Хотя мне в прошлое воскресенье довелось быть в Черкассах, там было рукоположение, там было много служителей, покаялось много людей. Это было миссионерское служение, которое мы проводили вместе с нашей группой прославления. Ну вот пришла записка. А почему у нас ломали вербу? Не помню точно, как звучал вопрос, но примерно так, что мы скатываемся к какой-то языческой православной традиции. И даже были такие намеки, что вот церковь нам нравилась, но если, возможно, так сказать, не измените это, то, возможно, нам даже церковь перестанет нравиться. Ну, не знаю. Но вот какая есть записка, такая и есть. Я хочу вам сказать, когда мы побывали в Израиле, я увидел одну простую вещь. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Я никогда не сужу того, о чем я не знаю. Если я чего-то не знаю, то я стараюсь об этом не судить. Или же найти в Библии. Если я в Библии чего-то не нашел, я никогда не осуждаю человека. Оказывается, что когда Христос входил в Иерусалим, то рвали два типа веток. Рвали пальмы и рвали вербы. Потому что галилеяне и люди, которые жили возле Иордана, а я побывал там лично, я видел, там растут вербы, там нет пальм. И у них не было выхода. Одни рвали пальмы, а другие рвали вербы. И они махали этими ветками и встречали Господа Иисуса Христа. Скажите мне, каким грехом является, если мы сделали так, как было, когда встречали Господа Иисуса Христа? Какой здесь грех? Вербу кто создал? Господь. Написано так в Библии или не написано? И вообще, какая разница? Кто, где и как делает? Вопрос в том, что так написано. И когда Христу сказали, «Запрети им», запретил ли Христос? Нет. Он не запретил. Христос не сказал, «А ну-ка, уберите эти ветки вон из Храма Святого, чтобы я такого здесь не видел». Нет. Более того, Ему даже одежды постилали. То есть мы этим показываем. Почему так делали? Я не знаю. Но так делали. Так делали. Поэтому об этом говорится в Библии. Дорогие мои, все, что написано в Библии, не может быть грехом. Не надо обманываться. Если об этом написано в Библии, если так делали святые ученики Иисуса, если так делал Христос, апостолы, и Бог не называет это грехом, то и мы не можем назвать это грехом. Аминь, братья и сестры. Аминь. Мы не можем называть грехом Пасху. Мы не можем называть грехом... Ну, знаете, приходят мне еще записки. Какие-то крашеные яйца, какие-то истории придумывают, что это язычники красили. Братья и сестры, я сам историк, я знаю историю. Я сам историк-этнограф. Я знаю все традиции больше, чем вам кажется. Но скажите мне, пожалуйста, от того, что какой-то язычник покрасил когда-то яйцо, что нам яиц не есть или что? Да пусть себе красят. Это их проблемы. Они красят в честь своего Бога, а мы в честь своего воскресения Господа Иисуса Христа. Ведь вопрос не стоит в том, что яйцо и в том, что оно покрашено. Вопрос стоит в том... Я так хочу донести эту простую истину для нас. Вопрос в том, с каким сердцем ты это делаешь и кому ты это посвящаешь. Еще раз хочу дать ответ на все эти вопросы. Вопрос в том, с каким сердцем ты это делаешь и кому ты это посвящаешь. И Библия это разделяет. Если ты взял мясо и посвятил его как идоложертвенное, то это грех. Но если ты посвятил его Господу и ешь его с благодарением, то это благословение. Но мясо одно и то же. Не имеет значения. Потому что написано, что все, что Бог создал, оно не является нечистым само в себе. Ни яйцо, ни верба, ни хлеб. Оно не может быть нечистым. Оно может стать нечистым, если мы посвятим его нечистоте. Аминь. Поэтому, дорогие мои, вы можете больше согрешить, если вы сварили яйцо и при этом поругались со своим мужем. Вот это самый большой грех. Аминь. Когда ты сделал это в имя Господа Иисуса Христа, порадовался, это не может быть грехом. Не может стать грехом то, что посвящено Господу Иисусу Христу. Поэтому точно так же в этой ситуации, которая случилась, въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Бог уважал Иисуса Христа. Есть моменты, которые не вкладываются в ум людей. Почему так делают? Фарисеи пришли и говорят, послушай, дети орут. Написано, из уст грудных младенцев ты устроил хвалу. Там был кор ангелов профессиональный, а здесь детский визг. Грудные дети разве не умели говорить? Я так думаю, что там было на самом деле? Мамы пришли с грудными детьми, и эти дети орали не своими голосами. Фарисеи закрывали уши и говорили, а ну-ка, ну сделай что-то, чтобы эти дети замолчали. А Христос говорит, это хор. Это хор, прекрасный хор из грудных младенцев. Прекрасный хор. Фарисеи позатыкали уши и поубегали. Почему так Христос делал? Я не знаю, почему Он так делал. Почему посылали Ему одежду? Христос разве запретил это? Нет. Есть много вещей, которых мы не понимаем. Но скажу вам, то, что мы делаем во славу Господню, то, что мы делаем для Господа, это прекрасно. Поэтому хочу дать вам очень простой совет. Своим любимым, своим дорогим, делайте очень много бессмысленных вещей. дарите просто так. Цветы, очень дорогие, несмотря на цену. Говорите такие комплименты, которые вы бы никогда не сказали. Завезите их куда-то, в какое-то прекрасное место. Делайте прекрасные, добрые вещи, даже если это не вмещается в ваш ум. И возможно, если бы посчитать на калькулятор, то это стоило бы как 17 метров колбасы. Да, возможно, возможно. Иуда посчитал, фарисеи считали. Но это не так важно. Поэтому въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Также давайте посмотрим на преображение Господне. Когда уже казалось, что Христа готовили к распятию, что делает Бог? Бог дает повеление, чтобы Христос поднялся на гору, и там происходит преображение. Христос является в белых одеждах. Вы знаете, есть очень интересная традиция, я не могу ее объяснить, но на преображение, примерно на несколько минут, всегда появляется облако на гору. При всем том, что в это время года не должно быть туч. Туч не бывает. Объяснить это тяжело, и мы можем сказать, о, какие-то выдумки. Ну, послушайте, а почему бы Господу не сделать такой подарок для Своего Сына Иисуса Христа? Разве все измеряется умом? Разве все измеряется логикой? Разве все мы можем понять до конца? И приходит тучка. Когда нигде нет туч, она приходит на эту гору, и нигде больше нет туч, кроме горы Преображения, горы Фавор. Я скажу вам, что Бог укрепил этим Христа. Что это было такое преображение? Это перед смертью, перед страданиями, Бог укрепил его веру. Бог знал, что будут огромные страдания, поэтому Он укрепил Христа и показал, рядом стали Моисей и Илья, был голос с неба. Поэтому знай, возможно, у тебя будут какие-то страдания, но даже перед страданиями с тобой будет Господь. Даже во время страданий с тобой будет Господь, и Он тебя никогда не оставит. Возможно, у тебя будут самые страшные вещи, самые тупиковые вещи, но когда мы поднимешь глаза, ты видишь рядом Господа, гору Преображения, ты видишь, что тебя не только дьявол унижал, но и Бог поднимал на гору Преображения. Бог тебя поднимал. И самое славное из всего, что сделал Господь, это воскресение Господа Иисуса Христа. Что сделал Отец? Написано, что Он подверг позору все замыслы дьявола, все замыслы об унижении, и Христос воскрес из мертвых. Он встал как победитель, Он встал как хозяин, Он встал как Сын Божий. И написано, что Он встал и сел по правую руку Отца в небесах. Воскресение поставило точку. Воскресение Господне поставило точку в этой битве. Почему я рассказывал об этом на жизни Иисуса Христа? Знай, и в твоей, и в моей жизни точно такая же борьба постоянно идет. Сатана хочет, чтобы ты никогда не видел того, что имеет для тебя Господь. Чтобы ты никогда не видел того доброго, что Бог тебе дает. Сатана хочет, чтобы ты обращал внимание на все плохое. Чтобы ты поверил этому унижению. Чтобы ты поверил, что ты неудачник, что ты некрасивый. Что у тебя ничего никогда не получится. Что у тебя не будет нормального мужа, нормальных детей. Что твоя жизнь вообще не имеет никакого смысла. Чтобы ты подумал, что это все ничего не стоит. Сатана постоянно капает, 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 капает. Это на голову человека. Но что говорит Господь? Бог поднимает человека и из Назарета, и из Вифлеема. Бог посылает ангелов своих. Бог постоянно делает какие-то сюрпризы. Бог делает какие-то подарки, которые нельзя вместить даже в голову. Бог может делать такие вещи, которые даже не вкладываются в нашу логику. Но это Господь. Бога нельзя измерить логикой. Я знаю, в моей жизни было очень много унижения. Меня много унижали. Но скажу вам, больше Господь поднимал, чем даже дьявол унижал. И когда я обращаю мое внимание на жизнь, то я вижу, как Бог поднимал, то там поднимал, то там поднимал, то там. Бог всю нашу жизнь постоянно протягивает нам руку. Он постоянно поднимает нас. Но знаете, как мы очень часто говорим? Когда нас унижает, мы часто говорим, «О, это система!» Когда Бог поднимает, «О, это случайность!» Но наоборот, мы должны понять, это у Господа система, а у дьявола случайность. Поэтому обращайте внимание на нашего Господа, и Бог будет поднимать нас. Я хотел бы сегодня сказать, наибольшее унижение, которое есть в нашей жизни, — это грех. Посмотрите, как происходит грех. Сатана говорит, «Ну, что здесь такого?» Все пьют, ты будешь пить, все воруют, и ты украдешь, все матерятся, и ты будешь материться. Все делают. И вот человек, сделав грех первый раз, она чувствует, как это обрезительно. Но что дьявол говорит после этого? «Послушай, ты сделала раз, какая тебе разница?» Все равно ты уже не прощен, будь и дальше, как все. И если человек сделал несколько раз, то дьявол говорит человеку, «Все, все уже, конец, все равно ты уже не спасен, и все равно Бог тебя не услышит, все равно ты уже никому не нужен, все, конец». И Библия говорит, дьявол пришел украсть, убить и погубить. За твою и мою душу идет постоянная борьба. За твою и мою душу идет постоянная борьба. Бог борется добром, он поднимает человека, а дьявол старается унизить. Я всегда обращаю внимание, заметьте, когда мы приходим в церковь, каких людей мы здесь видим? Большинство. Людей, у которых светятся глаза. Аминь, братья и сестры. Я знаю, одна сестра пришла в церковь первый раз и говорит, «Меня впечатлили люди. Здесь люди не злые, добрые. Все со мной здороваются. Все мне говорят добрые слова». Я сначала подумала, «Чего? Что от меня хотят? Наверное, что-то они замышляют. Что-то им надо от меня». А потом смотрю, старушка со мной поздоровалась. «О, думаю, старушке наверняка ничего от меня не надо». И потом поняла, это Господь. Это Господь дарит тебе хороших, добрых людей. Господь всегда заботится о тебе и обо мне во время всей истории нашей жизни, чтобы ты и я, мы знали. Иисус Христос воскрес из мертвых. И воскресение победит все унижения. Смерть потеряет свою власть над нами, потому что Господь Иисус воскрес из мертвых для нашего спасения. Давайте мы встанем. Я хочу совершить несколько молитв, очень простых молитв сегодня на праздник Пасхи. Первая молитва, которую я хотел бы совершить, это молитва за тех людей, которые живут в постоянном унижении. Возможно, ты ходишь в церковь или не ходишь, неважно. Возможно, тебя унижают твоим ростом и твоим весом, или из-за твоей внешности, или из-за твоего интеллекта. Возможно, тебя унижают, потому что ты из-за каких-то обстоятельств не имеешь много дипломов, а, возможно, наоборот, у тебя много дипломов, и тебя не понимают. Возможно, тебя унижают, потому что у тебя недостаточно финансов. Возможно, тебя унижают, потому что ты недостаточно начитанный, недостаточно знаешь языков. Возможно, тебя унижают просто так, в школе или университете. Возможно, тебя унижают на кухне, и никогда не скажут тебе спасибо за то, что ты приготовила хороший борщ. Возможно, тебе постоянно напоминают, что мама готовила лучше. Вот мама готовила лучше, а ты, вот ты, так не умеешь делать. Но сегодня Господь через раба своего, через слово свое, Он говорит тебе простые вещи. Бог тебя любит таким, каким ты есть. Бог тебя любит такой, какая ты есть. Бог тебя любит таким, как ты есть. И я хотел бы, чтобы ты знал, это дьявол старается убить твою веру. Это дьявол старается тебя унизить. Это дьявол старается, чтобы ты потерял веру, доверие к людям и доверие к Богу. Чтобы ты, в конце концов, проклял людей, проклял Бога и попал в ад. Вот цель дьявола. А цель Бога — чтобы ты нашел спасение. Цель Бога, чтобы ты знал, Бог тебя любит таким, каким ты есть. Бог хочет простить твои грехи. Бог хочет, чтобы ты жил вечно. Бог хочет, чтобы ты поднялся, чтобы ты был тем индивидуумом, каким Бог тебя создал. Бог не хочет, чтобы ты был похожим на кого-то, но Он хочет, чтобы ты стал тем, кем ты есть в этом мире. Вот цель и задание Господа. И самая главная цель Бог хочет, чтобы в вечности, после смерти, ты жил с Ним в небесах, чтобы ты не попал в ад. Вот чего хочет Господь. Я говорил в «Чистый четверг». Что такое ад и что такое рай? Когда мы говорим о тех измерениях, которые мы понимаем, что ад, так как мы понимаем, это отсутствие добра, это отсутствие света, это отсутствие милосердия, это отсутствие порядка, это отсутствие радости, это отсутствие праздника, это отсутствие того, что мы знаем, что оно хорошее. Что такое рай? Это божественный порядок. Это божественное милосердие. Это божественная доброта. То есть рай и ад нельзя измерять какими-то физическими мерками. Это совершенно другие критерии. Давайте мы сейчас обратимся к Господу. Я молюсь сегодня обо всех униженных. И неважно, кто тебя унижал, знай. Сзади за этим человеком за ниточки дергал дьявол. И, возможно, он использовал даже близкого и дорогого тебе человека. И этот человек также является жертвой. Прости его. Знай. Господь называет тебя своей дочерью и своим сыном. Господь Иисус, я молюсь сегодня обо всех униженных. В день Святого Воскресения Твоего, я прошу Тебя, чтобы Ты исцелил и забрал это унижение. Чтобы Ты поднял каждого, кто чувствует на себе это давление. И чтобы Ты сегодня показал, насколько ценным является каждый в Твоих глазах. Господь Иисус, как Ты поднимал Своего Сына и Иисуса с самого дня рождения до дня смерти. И самое главное, в Воскресении так и Ты понимаешь нас. Я прошу Тебя, открой наши глаза, чтобы мы увидели, насколько величественный и славенный Ты. Насколько Ты постоянно смотришь за нашей жизнью. Как Ты заботишься о нас. Благодарю Тебя, Господь мой. Благодарю Тебя, Бог мой. Подними каждого, кого унизил дьявол. Подними на гору фавор. Помажь миром, как Ты помазал. Господь, сделай преображение. Сделай въезд в Иерусалим. Сделай это лично в нашей жизни. Покажи, Иисус, Твою славу. Насколько Ты любишь нас. Насколько Ты ценишь нас. Насколько мы дорогие для Тебя. Я благодарю Тебя, Господь мой. Благодарю Тебя, Бог мой. Во имя Господа Иисуса Христа. Еще одна моя молитва. Я хочу помолиться о тех, кто унижен грехом. Я хотел бы помолиться о тех, кто сегодня впервые на служении. Возможно, вы несколько раз, но вы не каялись перед Богом. Или вы отошли от Бога. Знаете, я спрашивал одного человека. Он говорит, я хожу в церковь. Но я не говорю сегодня, что я хочу помолиться, чтобы выходили в церковь. Я вообще не призываю вас, что вы должны ходить в нашу церковь. Я призываю, чтобы вы пришли к Богу. Чтобы вы пришли к Богу. И самое большое унижение, которое есть в мире и вообще в истории человечества — это грех. Когда через грех молодая девушка, красивая молодая девушка, когда ее используют и потом выбрасывают, просто превращают ее в тряпку. Молодой, красивый парень, который мог бы быть хорошим специалистом, мог бы быть отцом, мог быть прекрасным, а водкой из него сделали, ну просто превратили его в что-то страшное. Так что человек перестает быть похожим на человека. Через наркотики, через воровство, через блуд, через обман, через все эти грехи сатана старается человека превратить в что-то непохожее на Господа, чтобы человек стал похожим непонятно на что. Грех мучит душу, грех сердце выедает, грех не дает спать. И самое главное, грех рано или поздно приведет в ад. Я хочу помолиться сегодня за тех, кто в святой день воскресения Господнего хочет покаяться перед Богом. Это мой подарок для вас сегодня. Это вернее Господний подарок, моя молитва перед Богом. Я хотел бы сегодня вместе с вами помолиться здесь, рядом. Пожалуйста. Если ты сегодня впервые на таком служении, я знаю, что это непросто, возможно, не совсем удобно, но это стоит того. Ты никогда не забудешь этой молитвы. Пройди сюда на молитву во имя Господа Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса Христа. Подвиньте, пожалуйста, стол, аккуратно с чашами, попридержите, так, чтобы можно было зайти сюда. чтобы можно было зайти туда чуть-чуть, вот так. Пожалуйста. Если ты хочешь сегодня покаяться перед Богом, чтобы дьявол тебя не унижал твоими грехами, Бог сегодня хочет простить тебя через простую молитву. на балконе ли ты, или под балконом, или в малом зале, я подожду, я подожду, я хочу молиться сегодня вместе с тобой, хочу молиться с тобой, где бы ты ни был, где бы ты ни стоял. Пожалуйста. Пожалуйста. Я даже могу спуститься вниз, стать возле вас, здесь внизу. Пожалуйста. Знай, грех — это начало унижения. Грех — это начало унижения. Сатана унижает человека через грех, и только Бог имеет право прощать грех. Никто, кроме Господа, не может забрать твоих и моих грехов. Никто, кроме Господа, не может полностью простить тебя от твоих грехов. Поэтому Он умер и воскрес по слову Своему. По слову Своему. Пожалуйста, где бы ты ни стоял, я знаю, что это борьба, но проходите сюда, для молитвы во имя Господа Иисуса Христа. Да, Иисус. Да, Господь наш. Да, Бог наш. Пожалуйста, вот сюда можно пройти, справа от меня. Да, Иисус. Да, Иисус. Так, Иисус Господь. Да, Иисус Господь мой. И знаете, в чем заключается самое страшное унижение дьявола? Пожалуйста, справа, слева проходите. Так, будь ласка. Чтобы вам было проще, я все-таки спущусь вниз к вам также. Знаете, что делает дьявол? Самое большое унижение, самое большое унижение. Что он делает? Во-первых, он говорит, тебя уже Бог никогда не простит. А если человек хочет покаяться, он говорит, зачем тебе это прощение? Ты сам справишься с этой проблемой. Послушай, не справишься. Ни я, ни ты. С грехами никто не справится. Только через Христа Иисуса. Пожалуйста. Я подожду еще минутку, вторую. Пожалуйста, пожалуйста, можно вот сюда пройти. И мы помолимся вместе с вами во имя Господа Иисуса Христа. Давайте мы склоним наши головы. Просто помолимся. Пусть это будет ваша молитва, но я помогу вам. Я буду молиться, а вы повторите со мной эту молитву, но от всего сердца. Бог будет смотреть на наше сердце. Небесный Отец, я прихожу к тебе, как твой ребенок. Прости меня от всех моих грехов. Прости меня. Я каюсь. Я отрекаюсь от греха, от проклятия, от демонизма. И я принимаю тебя в мое сердце, как моего Господа. Благодарю тебя, мой Господь, что ты меня слышишь сегодня, что ты меня прощаешь сегодня. что ты меня принимаешь сегодня. Благодарю. Потому что я молился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Защити от всякого посягания дьявола на человека. Защити от всех болезней. Защити от всех проклятий. Держи в своей руке. Пусть никто никогда не восхитит из твоей руки. Пусть благодать твоя и силы покрывают их. Пусть имя твое прославится через них. Пусть они будут твоими детьми. И самое главное, пусть они достигнут небес вместе с тобой. Пусть они будут в небесах. Чтобы их никогда не украл дьявол. Я благословляю их во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы поприветствуем их. Я благодарю вас и приветствую вас, дорогие мои. Субтитры создавал DimaTorzok